Виктор Иванович, здравствуйте! Меня зовут Олег, я звоню из Санкт-Петербурга. Проясните, пожалуйста, ситуацию с видеорегистраторами. Когда записанное видео может рассматриваться в суде в качестве доказательства? Также я слышал, что инспекторы иногда отказываются приобщать видео в качестве доказательства к делу. Что в таких случаях делать? И еще один момент. Можно ли размещать видео в интернете? Не последуют ли какие-то санкции? Понимаю, что вопросов очень много, но очень хочется разобраться в этой непростой ситуации. Да, Олег, согласен. Ситуация действительно не такая простая, как кажется. Ну, давайте начнем с последнего. Что касается инспектора, и он отказывается принимать. Это его обязанность всесторонне рассмотреть материал административного правонарушения. И если по каким-то причинам этот инспектор поступает неправильно, нужно в данном случае обратиться к высостоящему руководителю этого территориального органа госавтоинспекции или обратиться официально к нам с тем, что в данном случае нарушается процедура рассмотрения административного материала. Что касается судов, насколько я знаю, последнее решение было принято. Суды вправе рассматривать сегодня эти материалы. И это действительно находится в компетенции судей. И я бы не хотел это комментировать. Что касается расположения информации в интернете. Я уже ранее отвечал на этот вопрос о том, что если это не затрагивает интереса второго участника, на которого вы располагаете материал, и в данном случае это не позволит ему обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства граждан, такой вариант, безусловно, возможен. Но если мы хотим достичь результата, то, наверное, нарушение, которое выявлено было вами и зафиксированным видеорегистратором, лучше, наверное, отправить в данном случае нам с вашим заявлением для рассмотрения, в данном случае, неправомерных действий сотрудника. Вот я бы так ответил на ваш вопрос. Виктор Иванович, здравствуйте, меня зовут Руслан, я звоню вам из города Сочи. Поздравляю вас с юбилеем госавтоинспекции. Хочу задать вопрос об автомобилях с нероссийскими номерными знаками. У нас в Сочи, наверное, каждый третий, каждый четвертый автомобиль имеет нероссийский номер, и водители этих автомобилей ведут себя абсолютно беспардонно, нарушают любые правила, ездят как хотят, провоцируют аварии, соответственно, не платят никаких штрафов, и в случае серьезного ДТП владельца этого автомобиля найти будет невозможно. Хотел бы узнать, предполагаются ли какие-то меры по борьбе с такими водителями, такими автомобилями, и если предполагаются, то какие именно. Спасибо, Руслан, за вопрос. Действительно, вопрос управления автомобилем с государственными регистрационными знаками других государств с точки зрения автоматической фиксации правонарушений сегодня вызывает определенные сложности. Но в любом случае, сегодня при прямой остановке инспектора за то или иное правонарушение, проблема составления административного материала у любого водителя, в том числе даже иностранного, сегодня не вызывает. Я почему так уверенно говорю, потому что вопрос, связанный с привлечением водителя, использующий автомобили с неотечественными, скажем так, номерными знаками, он сегодня на контроле, реально рассматривается регулярно на совещаниях, поэтому здесь, с точки зрения права применения, уже опыт у нас есть. Что касается автоматической фиксации и ухода от ответственности. Да, сегодня есть проблемы, связанные с получением информации от таможенной службы, потому что сегодня транспортные средства, пересекающие границу, и в том числе союзного государства, где практически отсутствует таможенный контроль, вызывают сложности в получении этой информации. Но сегодня мы с федеральной таможенной службой уже реально подвинулись в этом направлении, и я думаю, что в мае, в крайнем случае в июне, мы получим возможность привлечения к ответственности практически всех транспортных средств, в том числе с иностранными номерами. Добрый день, меня зовут Хаирова Бузалия Сериновна, я проживаю в городе Набережной Челной, Татарстане. И у меня такой вопрос, вы сами когда-нибудь нарушали правила дорожного движения? Только честно ответим. Ну, я привык отвечать честно, добрый день. Вы знаете, я же не всегда работал в госавтоинспекции. У меня был период, когда я был школьником, студентом. Поэтому, да, если вы помните, были такие талоны предупреждения, я даже имел там за одно из нарушений посечку. Правда, это было при управлении мотоциклом, но это было. Что касается службы уже в госавтоинспекции, да, были такие случаи, когда я управовал личным автомобилем, да, были. К сожалению, как любой человек, у меня, наверное, тоже бывают моменты небольших отвлечений от условий движения. Если вы хотите спросить, пользовался ли я при этом какими-то правами, нет, не пользовался. Виктор Иванович, меня зовут Андрей, я из Липецка звоню. У меня такой вопрос. Когда будет создана база залоговых автомобилей? Это очень удобно, что есть база угнанных машин. То есть можно проверить, находится машина в розыске или нет, когда покупаешь. А вот как быть и как проверить, может быть, машина находится в залоге в банке, когда покупаешь сравнительно новую машину, но уже на вторичном рынке. Да, добрый день, Андрей. Проблема действительно существует. Вы правильно отметили о том, что на нашем сайте мы стараемся различные сервисы применять, и они сегодня достаточно востребованы, в том числе и о том, о котором вы сказали, по нахождению в розыске. Сейчас мы работаем над тем, чтобы создать историю автомобиля, который будет показывать данные о паспортах технических средств, о количестве собственников и, наверное, других позиций. В планах у нас возможность предоставления информации об участии автомобиля в ДТП, но, к сожалению, вопрос залога, он вне нашей компетенции. Что бы я здесь мог посоветовать? Учитывая, что базы данных движимого имущества в настоящий момент как бы нет, но в достаточно большом количестве уведомлений о залогах регистрируются сегодня нашими нотариусами, я бы рекомендовал вам обратиться к федеральной нотариальной палатой, которая ведет сегодня реестр уведомлений о залоге, который, в общем-то, наверное, вам и поможет. Если я смог, я ответил на ваш вопрос. Спасибо большое, но вы, по крайней мере, подсказали какой-то механизм, который может обезопасить нас. Ну, пока такой механизм единственный, другого пока, к сожалению, нет. Виктор Иванович, здравствуйте. Я Стас из Москвы, мне 11 лет. Я хотела вас спросить, если вы вдруг сами попадете в ДТП, вы будете вызывать инспекторов? Или сами будете разбираться с случившимся? И как правильно действовать в такой ситуации? Спасибо, Станислав. Ну, я вообще бы не хотел попасть в дорожное происшествие, и, слава богу, в последнее время избежал этого. Но если вдруг все это произойдет, нужно разделить эти вещи на две части. В ДТП, как правило, участвует двое, а то и трое участников движения. И самое главное, если эти участники ДТП, попавшие вместе со мной, не дай бог, конечно, они согласны с тем, кто в данном случае нарушил правила, то, безусловно, воспользуюсь Европротоколом. Для этого попробую использовать страничку нашего сайта, где очень подробно расписана процедура оформления Европротокола. Если вдруг у меня возникнут вопросы, позвоню своим знакомым, чтобы они мне посоветовали, как правильно это сделать. А если в данном случае второй участник ДТП по каким-то причинам не согласен или будет торопиться, безусловно, постараюсь зафиксировать следы этого дорожного происшествия, что советую и всем остальным, несмотря на согласие двух сторон, тогда уже буду вызывать своих коллег. Спасибо. Виктор Иванович, добрый день. Меня зовут Владимир, я из Новосибирска. Объясните мне, пожалуйста, можно ли снимать инспектор на видео, когда он останавливает, и можно ли это потом видео выкладывать в интернет или предъявлять в суд в качестве как доказательства? Ну, деятельность полиции всегда была открыта, и законодательство это сегодня закреплено. Единственное ограничение, что это если не противоречит законодательству. Более того, что касается инспектора ДПС, вы, наверное, знаете, что административный регламент, который действует в этой сфере наш, он четко говорит о том, что сотрудник полиции не должен препятствовать участникам движения использовать видео или звукозаписывающую аппаратуру. Поэтому в данном случае, если какой-то запрет от инспектора поступил, он должен обосновать его, почему, на основании какого закона он это делает. Если он этого не сделал, значит, он нарушает в данном случае административный регламент, и вы вправе обратиться к вышестоящему руководству, к нам, в том числе, с заявлением на неправоменные действия наших сотрудников. Спасибо, все понятно. Очень благодарю вас за ответ. Пожалуйста, всего доброго. Всего доброго. Здравствуйте, меня зовут Роман, я из Красноярска. Такая вот произошла ситуация. Как я вот считаю, мою машину незаконно эвакуировали. Когда я подошел к машине, эвакуаторщик заканчивал уже цеплять машину подъемниками, но еще даже ее не начал поднимать. На мое требование, чтобы он закончил, на мой взгляд, неправомерное действие, он никак не реагировал. Потом также я подошел к инспектору, который писал протокол, было ноль внимания. Потом мою машину погрузили и отправили на штрафстоянку. Законны ли эти действия вообще инспектора и эвакуаторщика? И как же мне нужно было поступить в эту ситуацию? Да, Роман, правильно вы говорите. В данном случае, в соответствии с законом, задержание транспортного средства должно прекращаться сразу после устранения причины задержания. И в данном случае ваше появление до момента отправления эвакуатора является этой причиной. Поэтому действия сотрудника госавтоинспекции, на мой взгляд, могут быть обжалованы. И поэтому нужно этим обязательно воспользоваться, если сроки обжалования не ушли. Но и при этом, если вы воспользуетесь возможностью зафиксировать это телефоном мобильным или чем-то другим, обязательно надо приложить для объективного рассмотрения вашего заявления. Здравствуйте, я Алексей из Москвы. У меня такой вопрос с оплатой штрафа. Слышал, что какие-то штрафы можно оплачивать с 50-процентной скидкой. Хотел бы узнать, какие и что делать, если в постановлении сумма штрафа полностью. Алексей, добрый день. Да, действительно, вот эта новелла, которая введена была недавно, она сегодня, с одной стороны, вызывает много вопросов, но, с другой стороны, завоевала уже достаточно широкое распространение, популярность даже в какой-то степени. Вы правы о том, что уплата половины суммы предоставляется не на все правонарушения. Ну, первое, на что хотел бы обратить внимание, в постановлении, как правило, уже указывается, по каким статьям, в данном случае, можно оплачивать половинку штрафа. Если в данном случае там это не указано, ну, по разным причинам, вы можете это проверить на портале, едином портале госуслуг или на нашем официальном сайте. Попадает ли в данном случае этот вид правонарушения под возможность оплаты, половинки, как мы называем. Исключение составляет ряд серьезных правонарушений. Я не буду их, наверное, перечислять. Если вы посмотрите на сайте, там достаточно все это расписано. Хотел бы обратить внимание, что есть определенный срок на, скажем, применение этой санкции, связанной с половинкой. Это 20 дней со дня вынесения постановления на наложение штрафа. То есть в рамках вот этих 20 дней вы можете и воспользоваться этой, скажем, скидкой, что ли. Все понятно, буду иметь в виду. Спасибо большое. Всего доброго.